если что там будет шевелиться это значит там шанель у нас дома сейчас действительно очень прохладно я поэтому сижу рядом с батареей чтоб хоть как-то согреться все-таки зима уже наступила ноябрь месяц так что имейте ввиду всем привет спасибо большое то что вы зашли ко мне в гости мы сегодня с вами будем говорить о бюджетной парфюмерии а конкретно это будет парфюмерия от бренда бракар и сегодня у нас будет на рассмотрение целых 7 ароматов четыре из которых из одной и линейки если вам нравится бюджетной парфюмерии если вы любите что-то бюджетное классное интересное то ставьте лайк подписывайтесь на мой youtube канал на мой телеграм-канал давайте уже начинать мне уже не терпится мы начинаем наш рассказ с линейки которая называется my cup of tea моя чашка чая вообще знаете в английском языке это практически ну как поговорка как идиома до майка павти то есть вот это вот прям моё 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 и что касаемо этой линейки действительно вот так показалось что это действительно моё почему потому что во первых я люблю чай я люблю его пить и в обычной жизни и в жару и и в самые холодные времена я всегда пью горячий чай с молоком без этого вообще никуда но здесь чай не теплый он здесь не горячие в большинстве своем из четырех ароматов по крайней мере три аромата все прохладные и это очень даже хорошо один человек даже будет очень сладкий и начинаем мы наш рассказ с аромата который называется early morning говорят то что эту линейку уже сняли и мне кажется это вообще как-то несправедливо почему самые хорошие ароматы всегда снимают сейчас его практически уже не достать это очень холодный свежий прохладный акварельный чистый аромат без каких-либо посторонних примесей здесь нет ничего душащего здесь нет ничего противоречащего друг другу все вот как-то вот журчит в одном направлении почему журчит потому что когда я думаю об этом аромате когда я его вдыхаем я его носила на коже понятное дело на коже он раскрывается гораздо лучше чем на блатере на блатере они сидят как-то вот совсем вот неважно у него очень классная пирамиды там вообще есть все что мне нравится вначале вы слышите просто какую-то прохладную свежесть настолько прохладно вот ощущение действительно как будто бы вы вошли в лесную чащу и вы хотите набрать чистой свежей воды из ключа который бьет где-то там из-под земли но вода настолько хрустальная холодные прохладные что ее можно пить сразу вот так вот даже не прокипятив и 2 ассоциация у меня с этим ароматом было как будто бы это действительно какое-то раннее утро в деревне и вы решили выйти во двор а потом вас поманило вдруг какой-то поле там рядом с лесом и вы идете и трава на лугу по которому вы идете действительно очень высокая холодная солнце только начинает вставать и вы идете по этому лугу вдыхаете вот эту вот свежесть поле свежесть леса свежесть земли хотя землистых оттенков здесь нет но я вот все равно здесь слышу какую-то легкую сырость то что касаемо это аромата он очень приятный он очень прохладный он очень свежий но его самая большая проблема в том что он абсолютно нестойкий но в качестве поливашки почему бы нет однако если вы захотите вдруг его купить то аромат снят вообще вся линейка я так поняла уже недоступна но если вы вдруг думали то что все теперь все потеряно не найти мне этот early morning то вы можете в принципе купить вот этот вот аромат который купила я главное концу лета я его купил нормально даже не успев поносить это аромат из линейки amazing garden молнин дью на мой нос но это практически практически одно и то же разве что вот этот вот аромат молнин дью он еще более холодной он еще более шлейфовый как мне показалось по сравнению с early morning но в целом здесь тоже есть та же чайность есть тоже цитрусовый стаж и фруктовость которые есть и early morning поэтому ну ни одно и то же но очень похоже очень похоже практически братья близнецы с небольшими нюансами поэтому приглядитесь вот именно к этому аромату мне он действительно нравится стоит бюджетно тоже минус том что он как-то быстро сходит на нет но я его люблю наносить следующим летом кстати его буду носить я его люблю носить после душа либо в момента когда мне просто не хочется ничем пахнуть просто вот так вот хочется какой-то легкий нежный аромат но чтобы это не было слишком плотно и насыщенно в следующем году я его планирую тоже поносить хорошенечко летом в жару потому что такие ароматы не душат обычно и хорошо освежают и следующий аромат о котором мы будем с вами говорить это five o'clock это самый популярный аромат из этой линейки не знаю почему но во первых да конечно он классно сделан наверное он популярен потому что его сделал оливье крест тот самый оливье крест который создавал шедевры в парфюмерии и что касаемо этого аромата он действительно очень интересный он яркий он более насыщенный он цитрусовый и здесь есть нотка ванили которая сразу сразу бросается в глаза ваниль который вот так вот как-то делает этот аромат нисколько прохладным вроде бы он и свежий но она делает его немножко округлым она не делает его слишком каким-то прямолинейно простым когда вот смешиваются вот эти вот цитрусы с легкой такой вот свежей чайностью наверное скорее всего это либо белый чай либо черный чай ваниль и бобы тонка вот бобы тонка здесь кстати слышны очень хорошо на коже на раскрывается еще лучше вообще в принципе я могу сказать что этот парфюм действительно очень хорошим мне он понравился ничуть не меньше чем морни early morning но five o'clock это уже аромат такой вот не то чтобы на вечер но аромат который можно надеть на какое-то мероприятие почему-то мне показался таким более тяжеловесным больные более полновесным здесь есть очень еле ощутимая но я ее чувствую нотка лаванды которые меня не раздражают потому что в принципе я лаванду вообще не люблю в парфюмере особенно когда его так вот слышно и вот здесь лаванда вот в таком микроскопическом объеме введена но она все равно слышно вы ее все равно слышите и она дает какое-то ощущение умиротворения и спокойствия то есть вот действительно здесь лаванда успокаивает и вот есть ощущение как будто бы это не чайная церемония но это как будто какое-то уютное чаепитие в кругу самых близких родных и вы в такой вот тихой скромной такой вот уютной обстановке там включен один какой-то только светильник вы пьете чай с подругой и делитесь последними новостями вот какой-то такой аромат но при этом я вот как уже ранее говорил я могла бы надеть например этот аромат и на повседневку и куда-нибудь там на выход если нанести его чуть побольше потому что он действительно действительно очень хорош здесь очень приятная хорошая база единственное что опять-таки стойкость стойкость здесь никакая полтора часа и я его до какой полтора час я его уже не слышу но то что я слышу в течение даже часа это очень даже приятно следующий аромат у нас будет с убить холм и вот свыть холм мне тоже очень сильно понравился потому что это уже такой вот темный чай он красивый вот знаете он мне очень сильно напомнил русскую книжну потому что там тоже в пирамиде есть и клюква и черный чай но все-таки в русской книжне вот эти вот ягоды играют главенствующую роль то есть я слышу там то брусничное варенье то слышу чай с клюквой но все-таки ягод всегда было больше здесь же пропорции значительно больше ходят в сторону чайности чай здесь черный терпкий я бы даже сказала с какой-то такой вот приятной темной горчинкой также здесь есть ваниль который делает аромат округом то есть по сравнению конечно с файфа клоп там ванили больше и он слаще здесь же сладость просто вот на минимум сведена и на коже конечно же он звучит слаще чем на блатере звучит намного приятнее для меня это какой-то зимний аромат что ли больше я не представляю его в жару летнюю потому что в жару мне кажется вот это вот чайность будет горчить но не знаю я в жару его не носила я носила его только сейчас в холода и в холода он действительно следит очень даже приятно дом милый дом вот почему-то у меня больше файфа клок ассоциировался с каким-то уютным камерным чаепитием здесь же чаепитие такое вот знаете более светское почему-то вот как раз и вот этот вот аромат мне напоминает именно какую-то чайную церемонию когда вы пришли вот на какое-то особое такого мероприятия где вам разливают чай по разным чашкам и вы ведете такую вот светскую беседу мне понравился этот аромат просто как композиция потому что он звучит очень интересно мне он даже понравился больше чем файфа кок потому что вот это вот терпкость какая-то вот это вот шершавость и горчинка они делают этот аромат не слишком тривиальным не делать его слишком обычным это действительно какое-то интересное звучание не тот не могу сказать что нишевая но какое-то не похожее на то что я слышала ранее а я чайных ароматов перенюхала достаточно большое количество но вот этот вот аромат мне нравится вдыхать со стороны так вот скажем вот так вот например просто например куда-нибудь вот так вот побрызгать он создает какую-то особую интересную такую вот классную обстановку он действительно очень классно звучит в воздухе но на себе я бы такое носить не смогла потому что слишком много горечи на мой вкус однако если вам нравятся такие вот горько они травные но горько чайные ароматы хотя чай это тоже трава то пожалуй возможно вам этот аромат и понравится и последний аромат из этой линейки это dark delight что-то темное ну да то есть мы начали с самого легкого аромата early morning это вот действительно какое-то утро свежее утро в лесу на лугу потом мы начали продолжили five o'clock это уже такая теплая мягкая такая вот беседа домашний в домашней обстановке потом мы пошли на чайную церемонию вместе sweet home и вот вечер или даже ночь мы будем продолжать в компании в dark delight почему потому что но аромат он становится еще мрачнее он становится еще темнее и гуще потому что здесь черный чай идет настолько горьким настолько не сладким что я бы даже наверное могла сказать что он могут подойти и мужчине это абсолютный унисекс на мой нос на мужчине он тоже будет интересно раскрываться здесь вот это вот горечь уже вот прям вот ощущение как будто бы я заварила чай мы уже выпили весь чай который был в чайнике и вот тот мокрый еще теплый чай вот эти вот чинки в чайнике они вот так вот пахнут я вот долго думала что мне дает вот это вот какую-то странную горечь какой-то шершавость потом я посмотрела в пирамиду а у нас там есть османтус ну все с вами понятно османтус видимо делает вот этот вот аромат каким-то не то чтобы неприличным но он его делает немножко таким вот таинственным тягучим немножко мрачным но по-хорошему мрачен и что тут самое интересное тут есть сорбет который я абсолютно не слышу здесь мало на мой нос цветов они просто вот где-то вот рядом где-то что там летают но по факту аромат горький горько травный чайный и очень сильно на любителя я не могу сказать что он мне не понравился но я на себе например такое носить не смогу однако если вы любитель каких-то сложных текстурных таких вот ароматов которые это не просто вот поливашка вы как early morning или вот как мой любимый morning dew это аромат у которого знаете надо надевать под какое-то особое настроение и этим самым он и усложняет себе задачу то что но не каждый день может возникнуть такое настроение чтобы быть такой вот висей какой таинственной ведьмочка не совсем он мне понравился однако в принципе аромат собран неплохо и вот этот вот османтус все таки он вот так вот очень сильно шершавит и делает аромат немножко таким вот неповседневным на мой нос это только вот под какой-то особый случай будет два легкочка из линейки листуах дамур то есть амурные любовные истории и давайте-ка мы начнем тогда знаменитейших мечтателей очень много я слышала про него хороших отзывов ну что я могу сказать простой аромат даже слишком просто он звучит давайте-ка мы его на кожу может быть нанесем потому что вот блоттера вот эти вот все ароматы они не раскрываются на блоттерах бумага словно их поглощает и самого аромата вообще нет здесь очень такая вот приятная нежная акварельная груша как будто бы грушевый сок развели в 10 раз и остался такой вот легкий аромат груши ну приятный аромат принципе я не могу сказать что это плохо это просто такой вы знаете повседневный аромат свежести легкости чистоты здесь есть фиа а здесь есть ирис в принципе да ирис угадывается и вот это вот сочетание ириса с грушей будет такое действительно очень интересное сочетание но чтобы его было слышно нужно нанести я не знаю пол флакона наверное на себя вылить потому что я его не слышу очень слабо вам как-то как-то слабо он звучит то есть вот чайная линейка там действительно вот сразу вы делаете даже один пшик и сразу идет сам аромат а вот здесь я вот пытаюсь что-то расслышать ну вот настолько это акварель то есть вот насколько я даже люблю свежаки даже для меня это чересчур как-то чересчур как-то еле уловимо я не знаю сколько нужно на себя вылить чтобы было слышно хоть что-то но в целом если вы даже вслепую купить этот аромат он вас не разочарует в том плане что там нет никаких вонючих нот его можно спокойно вот так вот себя поливать его можно мне кажется даже носить такое не слишком жаркую жару то есть ну и на плюс 30 но на умеренную такую теплую погоду плюс 20 или 25 почему бы не приятный аромат но на мой нос ничего особенного потому что здесь есть кстати еще нотка кожи которая да вот немножко делать аромат чуть-чуть шершавым если бы не было этой нотки кожи был бы просто такой приятно цветочный фруктовый аромат с очень красивый такой вот ноткой груши но кожа тут как-то немножко на мой нос как будто бы не в тему и 2 аромат из линейки амурных историй это поездка леваяш кстати я школе учила французский и хоть бы что-нибудь осталось от того моего прежнего французского вот этот аромат уже мне нравится больше это такой вот цветочный аромат он уже плотнее там аромат то у нас называется не просто поездка романтическая поездка ну да в принципе можно сказать это такой вот легкий цветочный розовый аромат я здесь слышу розу жасмин здесь фруктов практически не слышу хотя в пирамиде вроде бы был указан бергамот на бергамот там вот наверное только чистого для для виду чтобы аромат был ну вот хоть немножко свежим это чисто цветочный аромат как букет какой-то такой вот распустившийся такой вот пышный букет цветов очень ну приятный аромат я бы могла сказать что это очень даже неплохо звучит хорошо меня здесь ничего не смущает она просто вот как-то вот ничего меня здесь и не пугает и не цепляют вот как-то вот совсем то есть вот это вот линейка мне в принципе не очень понравилось какие-то вот эти два аромата по крайней мере они они приятные они вполне носибельные то есть ни в коем случае никто вас не зафукает возможно даже будет какой-то такой вот легкий нежный шлейф акварельный но сказать что они такие какие-то интересные я тоже не могу на мой взгляд чайная линейка намного круче а вот здесь как-то вот все как-то вот ну как будто бы что-то они не дожали что-то они не вот не доделали пытались что-то сделать да как-то не особо получилось и вот знаете что я сразу могу сказать если у вас эти ароматы есть если я буду говорить еще про любой аромат не только про брака что-то не то то вы не воспринимайте это на свой счет я говорю свое мнение об ароматах которые как-то раскрылись может быть у меня блат или какие-то не такие у меня климат у меня в между прочим климата действительно совсем другой на моей коже ароматы тоже могут раскрываться совсем по-разному поэтому не нужно воспринимать мои слова вот как не знаю как как будто это стопроцентная правда и только так они звучат на каждом человеке ароматы раскрывать по-разному поэтому не обессудьте не обижайтесь но мне вот эта линейка не понравилась она вообще абсолютно ни о чем на мой взгляд она не стоит ничего внимания на мой нос лучшего что-нибудь приобрести тот же ланвин будет звучать в разы круче вот как-то вот слишком это уж просто и чтоб хоть как-то немножко закончить на позитивной ноте давайте-ка может тогда перейдем просто к бестселлеру бракар это тартуфа тот самый знаменитый тартуфа из линейки не тари де филичто я знаю у не тари де филичто два аромата один у меня тоже кстати есть надо было мне его принеси это аромат сорбета такой вот яркий такой кисленький свеженький аромат фруктовый очень даже приятные но я сейчас пока что его не использую в качестве парфюма для тела больше использую его в качестве рум спрея также я знаю лиманчелло очень даже достойный аромат на лето поливашечка почему бы и нет и вот наконец и добралась я до тартуфа ну что я могу сказать все его сравнивают с черной орхидеи черная орхидея от том форда это вообще не моё вот вот знаете вот максимально не мой аромат просто вот эти вот первоначальные земные нотки земляные земные нет 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 вот да простят меня все любители черной орхидеи но это не нравится и поэтому вот тут точно такая же точно такая же какая-то земная земляная нотка и тут вот я смотрю на его пирамиду конечно пирамиду ого-го имбирь палисандр жасмин самбак фиалка бальзамические ноты во вот бальзамические ноты пожалуй да это прям вот знаете ну очень любителя вот нужно главное я вначале когда его тестил на блатере я вообще-то чуть не задохнулась но на блатере он звучит конечно хуже вот на коже когда уходит вот это вот земляная противная нотка горькая появляется очень вкусная приятная медовая сладость я прям уж удивилась какие-то нежные даже цветочки пробиваются даже какой-то медовый нектар то есть на коже он конечно звучит лучше шлейфе он тоже неплох но сказать что это что-то выдающееся я не могу потому что я не любитель такого направления я не люблю бальзамичные ароматы я не люблю такие ароматы землянистой ноткой возможно кто любит черную орхидеи возможно вами тартуф понравится но я пока что на мой нос я не доросла до таких ароматов но в целом аромат хорошо сделал то есть вот он достаточно прилично собран он неплохо сидит и на коже и на блатере он более менее стойкий по сравнению со всеми этими ароматами которые были в сегодняшнем обзоре от артуфа да он принципе в нем что то есть нем действительно что то есть такой вот аромат я понимаю почему он нравится потому что на коже он очень быстро раскрывается по крайней мере на моей и выдает какой-то очень такой вот густую такую благородную настоявшуюся медовую нотку приятный приятный аромат ничего плохого сказать не могу хотелось бы сделать вот такие вот небольшие выводы что и вообще в принципе думаю о бренде бракар ну раз уж увидите у меня оказывается 5 аромат на 4 мне целых 5 ароматов вот этого бренда и пока что на данный момент я не планирую покупать ничего от бракар не потому что это плохая парфюмерия давайте начнем с плюсов вообще знаете плюсы у бренда бракар это конечно же их низкая стоимость то что каждый может себе позволить эти ароматы без ущерба для кошелька но не все могут себе позволить ароматы даже за три за 4000 покупать я все понимаю и за те деньги которые они продаются я считаю это действительно супер особенного чайная линейка это просто вот ну можно сказать что даже потрясающе они очень много выпускают разных линеек они действительно вот как-то работает видно их подход к делу и форм-фактор великолепный мне нравится их флакон и вот даже вот так вот посмотреть лаконично очень все достойно и 500 рублей и приятные ароматы не душные классные приятны то есть меня здесь все в принципе устраивает но самый большой минус бракара все-таки я не могу об этом не сказать это к сожалению их сборка то есть мне не нравится их база то есть база ну давайте вот так вот быть откровенными дешевенькая она дешевенькая она простенькая я понимаю что за те деньги которые не продаются лучше наверное не получится и за то что они в принципе вообще делают такое большое разнообразие парфюмов я могу бракар только похвалить но по факту это звучит очень просто вот настолько просто что но не тянется у меня рука к ним к русской коллекции этого совсем ароматы другого уровня это уже совсем другое для меня это не то чтобы ниша в люксе но это действительно хорошие парфюмы которым которыми действительно не стыдно пользоваться который действительно не стыдно подарить но все остальное вот все что я пробовала бракар извините меня любители бракар но я не понимаю почему так все как-то вот вот до такой степени не стойко до такой степени куца звучит, хотя задумка-то хорошая. Вы представляете, если вот эти вот формулы, если эти пирамиды сделать на каком-нибудь хорошем заводе во Франции, там, я не знаю, в Италии, кто у нас там хорошо делает. Даже вот, господи, у арабов если попросить сделать вот эти же парфюмы, эту же чайную линейку, эту же линейку романтических любовных историй, было бы вообще вот так вот, цены бы не было. В принципе, я понимаю, что за те деньги, что они предлагают свою парфюму, лучше не получится, поэтому в принципе, сказать, что они как-то делают все слишком плохо, я тоже не могу, потому что они стараются, они действительно что-то пытаются сделать интересное, из-за того, что они привлекают разных парфюмеров в свое предприятие, чтобы сделать действительно что-то красивое, для всех нас доступное, за это их можно похвалить. Пишите, пожалуйста, в комментариях и вы, что вы думаете о парфюмерии Бракар, нравится ли вам эти парфюмы, и самый главный вопрос, тянется ли у вас к ним рука, потому что, почему я отчасти не покупаю эти ароматы, у меня даже не к каждому люксовому аромату тянется рука, Абракар, ну вот, к сожалению, он стоит, хотя вот этот вот аромат я просто обожаю, и свою русскую коллекцию я тоже люблю, но вот как-то вот простаивает коллекция, почему-то вот не тянется рука, вот я не знаю, почему, не знаю, может быть, из-за базы, может быть, из-за сборки, но что-то, что-то меня-то не так сильно привлекает. Ну и на этой полупозитивной нотке, немножко ворчливой, мы заканчиваем наш обзор про Бракар, могу похвалить линейку чайную, очень мне понравилось, действительно достойные ароматы, особенно early morning, да все, на самом деле все, и Dark Delight, и Sweet Home, и Early Morning, и Five O'Clock, все классные, если у вас будет возможность, приобретайте, цена очень даже не кусачая, в качестве такого, ну, настроенческого парфюма, почему бы и нет. Всем большое спасибо за внимание, и мы увидимся с вами совсем скоро, а бюджетка нас также будет радовать дальше в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь, ставьте лайк, и мы увидимся с вами уже совсем скоро. Кресеу қадере!